Продолжение следует... Я не буду, я просто скажу о том, что мы сами проиграли игру и все. Больше сказать особо нечем. Пропустили ошибки, такие несвойственные нашей команде, особенно при первом мяче, на третьей минуте пропускать мяч на выезде и потом сложно отыграться. Хотя, в принципе, попытки у нас были и моменты у нас были, где мы могли на втором тайме отыграться. Ну и в первом там был хороший момент у Миши Козлова. А так, сложно, еще раз говорю, что на первых минутах пропускать мяч на выезде и потом отыграться. У нас не получилось. Показывалось, что слабо ваши фланги сыграли, потому что команда пыталась сыграть только за счет вертикальных передач из центральной зоны. По логике вещей в силовой манере логично на фланге, а акцент делать. Вам, наверное, на мое место надо сесть. Ну, может быть. Но это, ваше взгляд, у меня другую сыграть. А за счет чего? За счет чего? Проиглали. Каких? Я же сказал, что мы допустили ошибки, перейгли в оборону. А в чем именно они были, эти ошибки? Ну, а вы не видели. Страховка? Ну, вы не видели. Видим. Проехали в хорошую борьбу и потом мимо мяча машина. Естественно, как мы не пропустим мяч. И при первом голе один игрок был факел, а нам забивают гулю. В штрафной площади. Это ошибки. А говорить о том, про что вы говорите вертикально, вертикально это туда. Правильно? По-вашему, как факел играл? Не вертикально? Мелко. Вы тоже пытались мелко играть, получалось, иногда и иногда не получалось. Если вы говорите про вертикально, то уже ближе к концу игры мы уже стали играть так. Достаточно просто. Когда вышли уже в три нападающих стали играть, в три защитника и в три нападающих. Продолжаем нашу пресс-конференцию. Павел Пантелеич Гусев, главный тренер в футболе Путболе, из нашего родного Воронежа. Вашему вниманию, Павел Пантелеич, ваше первое впечатление в игре? Хотелось бы всех поздравить ребят, болельщиков. С победой, с хорошей победой, с хорошей, качественной. Игрой, ту игру, которую ребята показали в сегодняшний вечер, прекрасный такой. Я считаю, что победа закономерна и по своему содержанию, пожалуй, одна из лучших. Ну, наверное, не божала точно лучшая игра за те 8 туров, которые провели. И за что я очень благодарен ребятам. Отыграли очень строго в обороне. Я просил ребят, что нарушить традицию. Сегодня мы нарушили эту традицию, когда я говорил, что в каждом туре мы пропускали мяч. Попросил сегодня предельно внимательно и строго сыграть в обороне. То, что мы забьем, сомнений не было. Но вот ребята выполнили поставленную задачу. Хорошо оборонялись, быстро переходили от обороны к атаке. Очень хороший контроль мяча был в середине. В середине здесь, ну, если вы обратили внимание, то мы играли, играли мы коробом впереди. И в поддержку ему Альшин номинально начинал он как правый полузащитник. Как только начиналось развитие атаки, он сразу смещался сюда вторым нападающим. И задача была с их техникой и скоростными качествами, чтобы они принимали мяч между линиями, между линией обороны и средней линией. И здесь в подыгрыше должен был сыграть Мугнины два наших опорных полузащитника, Гриднев и Бикетов. В принципе, хороший, очень хороший контроль мяча был. Забитые мячи хорошие. Сегодня очень доволен действием ребят. Павел Ильич, ну, с такими командами, играющими в атлетичный футбол, самое главное, на землю положить мяч, да, вот так? То, что и была поставлена задача, и вы видели, что в этом компоненте мы имели преимущество. Есть шероховатости, над которыми еще много-много придется работать, но так уже вырисовывается все более-менее. Ребята, которые пришли, уже начинают вписываться в игровой, скажем, ансамбль. И вот именно за счет этого добротная, очень добротная команда. Луч-Владивосток укомплектована опытными, достаточно опытными игроками. И здесь, ну, скажем так, они за счет длинных передач пытались сразу обострять ситуацию, минуя где-то среднюю линию, пытались забрасывать туда за спину. Все, ну, очень строго сыграли наша пара центральных защитников. Пара центральных защитников. И в этом компоненте, вот именно положить мяч, я просил ребят положить мяч внизу, потому что вниз. Потому что у нас вся средняя линия, ребята достаточно техничные и быстрые, скоростные ребята. Все, и за счет этого мы имели преимущество именно в средней части поля. Плюс при смещении сюда в средину вторым форвардом Альшин было дано задание тихому. Он выдвигался и, собственно, обрабатывал всю броку. И здесь вот мы имели преимущество на правом фланге. В плане развития атаки, вот, создавая численное преимущество за счет защитника. Мы предполагали, что будет играть команда Луч с одним форвардом, потому что Кориан, по той информации, которая у нас была, по двум последним играм с КамАЗом и с Партаковым у себя дома, они играли с одним, ну, правда, впереди Вотинов. То, что мы в Тарунтайме уже в перерыве, я, ребята, сказал, что сейчас выйдет Вотинов. И дал указание, кто с ним уже персонально играл, в том, что они будут в длинную на него играть и подбор пытаться выиграть. С ним дал задание Виталику Шахову играть. И, собственно, он справился со всеми моментами. Сегодня Мурнин начинал ближе к правой бровке, потом, как-то он стал так перемещаться, он такой роль сводного художника была. Ну да, Андрея задача была, задача подыграть нашим двум номинальным форвардам. Кукольков Робау и Альшину подыграть. И здесь я его просил то же самое, что он должен принимать мяч от опорных полузащитников от Гриднева и быть связующим звеном от Гриднева и от Бикетова и быть связующим звеном между двумя форвардами и двумя опорниками. Вот здесь его роль. И распределять мячи в зависимости от более перспективных ходов. Очень прилично то, что забил два мяча, очень хорошо сыграл сегодня. Артур много в обводку шел и обострял ситуацию. Поэтому здесь вот за счет того, что мы владели преимуществом в средней части поля, мы и, собственно, контролировали код игры весь. Просто я вот начал с того, что Мурдин сегодня проделал непривычный для себя объем работы. Да, в этом компоненте Андрей прибавил, очень сильно прибавил. В сравнении начала сезона и сейчас, и в тренировочной работе. И здесь он совершенно качественно по-другому стал смотреться. А то, что у него есть техническая оснащенность, есть введение поля, может тонкую передачу обостряющую, отдать такую проникающую. Все это у него было, никуда не делось. А вот за счет того, что он стал больше двигаться, поэтому и намного выгоднее стал смотреться именно в командные действия. Бирюкова из-за болотного Клиска береги или нет? Ну, как, есть принцип, там говорят, такой принцип, что выигрышный состав не меняется. На хорошем уровне провели игру в Тюмени, и принято решение не менять состав. Если бы пошла игра по-другому немножко сценарию, если бы мы не владели такой инициативой, у нас планировался выход двух этих форуков. А когда они выпустили Вотинова и пошел уже навал, поэтому здесь в плане того, что Миша Скоростной, можно было его эти сильные качества, чтобы уже они оголили, немножко не сняли Кволочева, левого защитника, и стали играть в три защитника. И здесь вот Мишу можно было, но Короба очень хорошо сохранял мяч, а замена Альшина связана с тем, что вышел высокий Вотинов, плюс у них в составе на стандарт пришли два центральных защитника, Гусь и Бабинкову. Поэтому нам нужно было здесь второй этаж, чтобы на втором этаже по мячу играть. И поэтому принято было решение высокорослого заволотно выпустить, чтобы второй этаж при оборонительных действиях у них не было преимуществом. С этим связано. Павел Владимирович, в каком состоянии больны? Ну, о больных на данный момент ни один из них в ближайшее время не появится. Не появится ни Касьян, ни Степанец, ни Дранников, ни Самсонов. Все травмированы, серьезные травмированы. Конечно, это свежо. Большое. Ну, свежо. Пока не в конкурентной борьбе проигрывают нашим всем полузащитникам. Есть хорошие задатки, и техническая оснащенность, и видение поля. Но двигательная активность его совершенно не устраивает. На сегодняшний день он вчера играл за дублирующий состав у нас. Бурноша выпустили так, что просто для эмоций? Нет, не просто. Это вынужденная замена, потому что Дима тихий удар коленом в четырех угловые мышцы бедра, и у него забито, и он сам попросил замену, поэтому это вынужденная замена.